Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Фёдора Гиренко «Метафизика Пата. Костноязычие усталого человека». Книга принадлежит перу одного из самых оригинальных мыслителей современной России, взгляд которого на бытие мира эпатирует тем, что, по его мнению, мир зашкалило на нуле Пата. И что очень печально, Паттовая ситуация особенно характерна для России, которая непрерывно делает шаг самой себе на доске всемирной истории. В этом и заключается выбранный ею своеобразный третий путь, в котором нет места ни богу, ни дьяволу, ни глупости, ни уму. Прочитаем содержание книги. Предисловие. Введение или разговор о трех метафизических нитях, на которых висела Европа и Россия, а вместе с ними и весь мир. Мир, космос, история, игра, Пат. Глава первая. Пат или ничья. Дизайнеры. Рябь Пата. Код дизайна. Демистриальный зов муляжей. Вечный шах. Смехопаты. Эстетика Пата. Глава 2. Введение в Пата анализ. Пас. Разоблачение. Ни-ни-а. Третья сторона. Ноль. Ничья. Ничего. Авось. Смерть в эстетике Патовых пространств. Глава 3. О добре на заваленке. Своё добро и чужое. Ничейное добро. Не делай добра. Поддельное добро. Натуральное добро. Худое добро. Полнота добра. Добро как украшение права. Абсолютное. Радикальное зло. Антихристово добро и христово зло. Бессубъектная модель. Глава 4. Эстетические симуляции. Отвращение от эстетики. Эстетика как вобла. Испытание мира не своим чувством. Халява. Производство снотворного. Обман доверчивых. Пионер в эстетике означаемого. Речевые и неречевые содержания искусства. Катарсис гражданской войны. Кандинский – это Ленин. Искусство не для брезгливых. Антология эстетического безумия. Преступление эстетики. Эстетика публичного. Вкус – это нюх. Гармония. Эстетические симуляции. Рассказ в обмен на тело. Искусство. Разорение мифа. Глава 5. Рождение розы мира. Рождение. В мире обобранном наукой. Бессознательное. Ставшее осознавать. Беззлобное зло. Спятившее сознание. Философия сытых. После современности. Глава 6. Метафизика нового язычества. Упрощение простого. Трансцендентное как тромб. Язык. Реальность. Обезналичивание лица. Первослово. Утешение. Тело. Я – не я. Смеющийся центр. Маршруты нового язычества. Глава 7. Немодствование вслух. Ум под подозрением. Разоблачение бессознательного. Паша. Пол. Субъект. Новый субъект. Власть. Глава 8. В тоске по тотальности. Апатия. Тотальность. Тоска. Низ, верх и пролог. Крик. Европа. Пан и смех. Имя. Кокос и явление. Невеселый. Недо. Быт. Сытость. Отдушина для новоязычников. Научные науки. Душа еще не дел. Непомнящий. А. Пат. И я. Постмодернисты. Это левые. Грызуны книжности. Эрузиты. До-словность. Иванушка-дурачок или нулевая субъектность. Русский кинник. Бытовая свобода. Банальность. Глава 9. Евразийские тропы пата. Тропы. Необратимость. Выход России. Децентрированный мир. Евразийская антропология. Свет Евразии. Объект. Выход из тупика. Наложение руки. Глава 10. Новые дикие. Евразийские тропы. Фрагменты. Без царя в голове. Провинция. Кочевники. Вышли из кавычек. Новые дикие. Или пролетанты. Указатель по евразийским тропам. Глава 11. Пути к умному безмолвию быта. Живое знание. Обитаемое бытие. Обживаемый мир. Космос. Мир как дом. Органика. Дословный человек. София. Этуз бездомности. Срыв. Переселение. Свои и чужие. Посторонний. Глава 12. Экология как косноязычие культуры. Ключ к заключению. Русский умострой или грезы народа, пронесенные грезами метафизика во время беседы с самим собой в славную эпоху постмодерна. Энти Лехия Кваса. Чтобы понять, что такое ПАТ, я зачитаю отрывок из книги, которая, возможно, поможет вам понять, что автор имеет в виду под ПАТом. Итак. Всякая структура дуальна. ПАТ не дуальная структура. Вернее, это вообще не структура. Почему? Потому что в нем запрещено трансцендентное. Вот буря. Корабль тонет. Перон безмолвствует. Народ в отчаянии мечется с левого борта направо и справа на левый. Хаос. Не металась одна бесструктурная свинья. Она ела, не вынимая головы из лохани. Кто выйдет из ПАТа? Свинья. То, что без трансцендентности. Будем свиньями. И не будет бури. Где лохать? С этим вопросом входит в ПАТ бесструктурный средний класс. Голодный сытому не товарищ. Хотя в ПАТовом пространстве они взаимозаменимы, как новые язычники. ПАТ был рожден игрой в ускользании определений. Вот, например, есть мир, в котором тонут корабли. Этот мир определен. Есть мир, в котором они не тонут. Этот мир определен. Но есть еще третий мир, в котором корабли тонут, не утонув. Они всегда тонут в модусе незавершенного действия. Вот этот третий мир не определен. Он в ситуации ПАТа. В бесструктурности которого подводит искус ускользания. Подводит. В смысле ведет ближе и одновременно изменяет. Предает. ПАТ как из гнезда выпал из игры. Выпал и попал в историю. ПАТ время жестов, а не слов. Книжная культура слова разбилась, а жеста ПАТ. Разбилась и обнажила пост дуальный примитив. В ПАТовой ситуации ничто ничего не значит. В ней нет ни означаемого, ни означающего. Все, что могло быть, приставилось. Жизнь постзнакового мира рассогласовывает привычные сопряжения смыслов, значений и знаков. Нормально значит быть чуть больше, чуть меньше того, что ты есть. ПАТ превращает это чудо бытие в ноль. В котором нет ни присутствия, ни отсутствия. Нет бытия, нет понятия. Мир зашкалило на нуле ПАТа. Его нулит от непродуктивности постзнаковых структур, в которых отсутствие возможности одного хода равно присутствию возможности бесконечного количества ходов. Монотонное прохождение ничьей не сдвигает с места. Шаг не объявлен. Результата нет, а ходить некуда. Например, в истории России есть ничто иное, как непрерывно возобновляемый ею шаг самому себе. Россия нонсенс истории. В ней нет больше места структурности, то есть нет места ни Богу, ни дьяволу, ни глупости, ни уму. ПАТ оборачивающая оборачиваемость. Его нельзя путать с патосом, состраданием. ПАТ не болезнь, не отклонение от нормы. Это третий путь. Вернее, нежелание скользить по поверхности первых двух. Выше, во время чтения содержания и отрывка, мы с вами затронули такие понятия, как означаемое и означающее. Это отсылка к Бодрияру, к его критике политической экономии знака. Отзыв на эту книгу уже есть на канале. Можете его посмотреть. Чтобы более подробно узнать, что такое означающее, означаемое, я вам рекомендую прочитать книгу к критике политической экономики знака Бодрияра. Я читал метафизику ПАТа перед сном. Это очень хорошее снотворное. Оно помогает быстрее заснуть. Когда прочитал одну страницу, две страницы, и уже с этими мыслями, которые дает автор, отрывок я читал выше, ложишься спать и быстро засыпаешь. Потому что понять, что пишет автор, совершенно невозможно. И как и совершенно невозможно соотнести то, что он пишет с каким-то своим опытом. За исключением, может быть, каких-то очень маленьких отрывков, когда он пишет, что, допустим, Ницше это снотворное. Для меня Ницше это не снотворное. Для меня снотворная вот эта книга. Федор Еленок, метафизика ПАТа. Так же, как некоторое время назад снотворным был Сёрен Киркегор. Но потом он стал слишком простым. На него сделаю отзывы. У меня есть три книги Сёрена Киркегора. Это «Страх и трепет», «Болезнь к смерти» и «Понятие страха». Если этот отзыв на книгу Фёдора Гиренко наберёт 25 лайков и 1000 просмотров, я сделаю отзыв на книги Киркегора. Если наберёт меньше, значит, такие отзывы неинтересны. И я буду делать отзывы на другие книги. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.